с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 30 сентября международный день перевода профессиональный праздник устных и письменных переводчиков всего мира ну а в россии отмечается день интернета дело в том что в 1998 году одна из московских компаний предложила не только отмечать день интернета в этот день но и провести перепись населения русскоязычного сегмента выяснилось что в те времена доступ к интернету имел ну примерно миллион россиян сегодня же в стране пользующихся интернетом ежедневно порядка 80 с половиной миллионов и это количество с каждым годом увеличивается лидером по проникновению интернета является москва где сетью пользуются более 80 процентов жителей причем большинство пользователей вне зависимости от возраста считают что без всемирной паутины их жизнь изменится значительно и уверены что интернет принес больше хорошего чем плохого у родившихся 1891 год в этот мир приходит отто шмидт российский ученые государственный деятель один из организаторов освоения северного морского пути для комплексного изучения земли как планеты шмидт основал новый институт теоретической геофизики академии наук ссср и стал первым его директором потом возглавлял главное управление северного морского пути участвовал в организации дрейфующей научной станции северный полюс-1 за что ему было присвоено звание героя советского союза честь шмидта названы остров северном ледовитом океане равнина в антарктиде и мыс на чукотке за лучшие работы по геофизике академия наук ссср присуждает премии имени отта юльевича шмидта в 1917 году родился главный режиссер театра на таганке юрий любимов он целая эпоха в отечественном искусстве на таганке любимов поставил около 40 спектаклей среди которых гамлет а зори здесь тихий павшие живые мастеры маргарита и многие многие другие но сначала он сам отыграл более чем 30 спектаклях театра имени вахтангова как актер был олегом кашевым в молодой гвардии шубиным тургеневском накануне и сираноди биржераком даже ромео шекспировской трагедии высоцкий как-то написал ко дню его рождения пи атаман здоровье позволяет пей куриной когда-то кашевой таганское казачество желает добра тебе спасибо что живой 1925 год день рождения веры васильевой народной артистки ссср еще студенткой в 1945 году вера кузьмина дебютировала в кино тогда ей досталась эпизодическая роль в картине близнецы ну а первую большую роль предложили в сорок седьмом году актриса сыграла в фильме сказание о земле сибирской самого ивана пырьева за образ насти гусенковой актрису наградили сталинской премии фильмографии веры васильевой насчитывает более 30 картин среди них такие как свадьба с приданным звезда экрана несовершеннолетний карнавал и многие многие другие с 1948 года васильева актриса московского академического театра сатиры где сыграла свыше 60 ролей 1980 году рождается мартина хингенс швейцарская теннисистка многократная победительница турниров большого шлема в прошлом первая ракетка мира ну а теперь о некоторых событиях последнего сентябрьского дня 1630 год вынесен первый смертный приговор преступнику в америке некий джон биллингтон был повешен за убийство так совпало что во франции тоже в этот день но в 1981 году национальное собрание постановило смертную казнь отменить социалист франсуаме тиран при вступлении в президентскую должность выполнил свои предвыборные обещания и у полный мораторий на смертную казнь которому был присвоен статус закона с тех пор стране никого не казнили но прошло еще четверть века пока 20 февраля 2007 франция не вела конституционный запрет на смертную казнь и страна стала последней в европейском союзе на уровне конституции запретившие применения смертной казни 1882 год в американском городке эпплтон штате висконсин на реке фокс начинает работать первая в мире гидроэлектростанция динамомашина приводимая в движение водяным колесом вырабатывает мощность 12 с половиной киловатт построена владельцем бумажной фабрики роджерсом она может освещать его дом фабрику и даже соседние строения 1942 год в городе краснодоне захваченным фашистами начинает работать комсомольская подпольная организация молодая гвардия краснодонская молодежная подполье объединяет своих рядах более 100 человек возрасте от 14 до 29 лет подавляющим своем большинстве они старшеклассники просуществовала организация до января 1943 когда начинаются первые аресты а затем их расстреляли почти всех 55 из них никогда не исполнилось 19 1982 год создан оркестр виртуозы москвы ансамбль правда появился еще в 1979 основателем главным дирижером солистом и бессменным художественным руководителем является владимир спиваков практически с начала основания выступления на международных фестивалях получают огромный успех оркестр действительно становится мировой сенсацией в 1982 он получает официальное название государственный камерный оркестр министерства культуры ссср виртуозы москвы начиная с 1989 виртуозы москвы ежегодно принимают участие в различных музыкальных фестивалях гастролируя по россии всему миру в 1999 коллектив окончательно возвращается на родину с 2003 года репетиционной базы оркестра является московский международный дом музыки одним из основателей которого является владимир спиваков 1994 авиалайнер российского президента ельцина приземляется в аэропорту шеннан ирландской республики но борис николаевич остается на его борту срывая таким образом встречу с премьер-министром ирландии который встречал президента на взлетно-посадочной полосе уже в москве ельцин говорит журналистам я скажу честно я просто проспал 18 часов полете до этого поднимаешь столько не спал а служба безопасности не пустила тех людей которые должны были меня разбудить я конечно разберусь в режим как следует что случилось первый зампредседателя правительства встретился там и поговорил по данным биографа ельцина тимоти колтона в этот день у президента случился очередной приступ стенокардии причиной которого было ищемическое нарушение кровоснабжения сердца ну и последнее 1941 год 30 сентября фактически начинается битва за москву германской западной военной истории она известна как операция тайфун фашисты планировали взятие москвы в течение первых трех или четырех месяцев войны однако несмотря на успехи вермахта в первые месяцы войны усилившиеся сопротивления советских войск помешало его выполнению битвы за ленинград и за киев также оттянули часть сил вермахта предназначенных для наступления на столицу ссср таким образом немецкое наступление на москву начинается только 30 сентября целью являлся захват москвы до наступления холодов московская операция развернулась на огромном пространстве первый этап битвы за москву носил оборонительный характер и продолжался по 4 декабря в оборонительном этапе московской битвы советские войска понесли огромные потери около полумиллиона человек убитыми ранеными но как считает большинство историков они были не напрасны советское командование навязала противнику войну на истощение в ходе битвы все резервы немецкого командования были исчерпаны а советское руководство сумело сохранить основные силы которые позволили перейти в контрнаступление и отбросить войска немцев на 200 километров назад нанеся им ощутимые потери с вами был николай пименко в проекте дата